Ахмед, хотел бы начать, конечно же, с Кадырова. Вчера вечером всех нас повеселил, да и сегодня утром пропал. Не поздравил с праздником Ид-Аль-Адха. Я надеюсь, я правильно всё произношу. Всё правильно. Да, появились слухи, что он при смерти. Вроде бы идеализ уже не помогает и так далее. Потом он вчера появился, вот, и не сам, а с Далихмановым. Есть две версии, ну, как бы, что он действительно там болел, уколы и так далее. И действительно исчезновение со здоровьем было связано. Вторая версия, что просто он сбежал во время мятежа пригожно, чтобы не попасть под раздачу. У вас своя версия или вы какое-то даёте предпочтение? Тала, я вот по той информации, которая у нас, он действительно был болен. И боли, он остаётся таковым. Просто его, видимо, те, кто пытались показать, что у них всё хорошо, и все они живы и здоровы, они просто выставили на самом деле больного человека. Он очень болен, и он очень в плохом состоянии находился всё это время. И то, что мы видели, я думаю, это только подтверждает вот именно эту версию и подтверждает ту информацию. Мы с разных источников получили эту информацию ещё тогда, несколько дней назад, как только слухи пошли в социальных ситуациях по поводу его состояния. Мы это выясняли. В общем, по нашей информации он в очень тяжёлом состоянии, и сейчас он в не в лучшем состоянии. Ну, очень надеемся, что он доживёт до трибунала, и что он и его поддельники ещё при этой жизни понесут наказание за все те злодеяния, которые они совершили. И относительно Демильханова, он тоже, он ранен, но у него проблема была с ногами. И если вы заметили, обратили внимание, они нам показывали сидячим это самое. И, в общем, ранение они получили. И, исходя уже к следующему вашему вопросу, да, действительно, была обстрелена группа, колонна, в которой они передвигались. Там более 60 человек из этого подразделения были выведены из строя. Но этот был более тяжело ранен, Демильханов был. Сейчас, видимо, он выкарабкался. Кому выгодно всё-таки показывать их в добром здравии? То есть, понятно, что не зря тогда они появились в этом видео вдвоём, чтобы всем показать, что якобы они живы и, ну, теоретически здоровы. Дело в том, что на самом деле есть такая поговорка, или рыба тухнет с головы, да? Вот всё, что творится в Кремле, и мы же видим Путина, да, который рассылает на все концы своих двойников. Вот всё это строится на лжи, на лживой пропаганде. И вот это, естественно, как коллаборанты, и как все 100% зависящие от позиции Кремля и тех, кто сегодня там сидит, люди тоже вынуждены подражать и продолжать делать то же самое, только в каких-то немного других условиях. Это вот часть вот той самой вот этой фейковой игры, которую ведёт вот этот системный Путин, да, коллективный Путин. Я думаю, что это из этой области. И поэтому они не считаются. Они понимают, что люди не верят им, люди понимают и видят всю правду, знают всю правду, но у них уже проблема в другом. Они сами стали заложниками собственной вот этой лживой пропаганды. Я думаю, это им самим даже больше нужно для самоутверждения. Вот есть комплекс, да, они понимают, кто они такие. И вот этот комплекс неполноценности вынуждает их постоянно делать что-то такое и доказывать обратное, то есть самим себе, что они не настолько ничтожные, что они всё-таки имеют какой-то вес и что-то из себя представляют. А в окружении и те, кто за ними наблюдает, только их отношение к этому только усиливается. То есть это уже такая агония, предсмертная агония. Всё рушится. И рушится это всё здесь, именно в войне Украины, на фронтах, и именно то, что они ввязались в эту войну. И вся конструкция, выстроенная Путиным на этой лживой пропаганде, она начинает трескаться, и она уже начинает разрушаться. Редактор субтитров А.Семкин